Французский БАК И Франция – очень консервативная страна. Когда трогают этот священный БАК, сразу поднимаются голоса, какой ужас, это наше богатство. Но с другой стороны, как Татьяна Владимировна это упомянула, у нас всё сейчас происходит с бешеной скоростью. И нельзя оставаться на том уровне и всё повторять то, что было. Как сегодня выглядит этот БАК? Да, вот это картинка о том, как все его боятся. Сегодня БАК – это очень тяжёлая организация. Есть, конечно, много плюсов, что это довольно дифференцированная система оценки качества знаний, и она объективная, довольно объективная. Но это очень сложная и дорогая организация. Где-то я читала, монументальное сооружение – это и есть наш БАК. Для маленькой страны, как Франции, очень-очень много разных тем. У нас, например, возможность, ну тут цифры, которые, конечно, ничтожные по сравнению с вашими цифрами, потому что у нас маленькая страна. Ну, например, сдавать экзамен иностранных языков можно по 59 языкам, включая такие довольно редкие во Франции, как вьетнамские или какие-то и региональные языки, бретонские и так далее. Это не значит, что преподают все эти языки в школе, но сдавать БАК имеют право, значит, по 59 языкам. Организация огромная. Она огромная, потому что, хотя у нас нету этих девяти поясов, как у вас, но есть экзаменационные центры не только во Франции, но и во всем мире. Значит, первая, есть шесть сессий БАКа, первая в Индии, Пандичерри, а последняя в ноябре, первая в апреле, последняя в ноябре в Южной Америке. Это все, значит, тяжелая и дорогая организация, и вопрос такой, соответствует ли эта организация целям, которые мы ставим перед собой. Развитие не только объема знаний, но и личности, и что проверяется, как... Вот, очень много вопросов. БАК наш имеет двойной статус, как вам известно, это не только выпускной экзамен, но это также свидетельствует, то есть положительная оценка на БАКе дает возможность продолжить обучение в высшем учебном заведении. В конечном счете, почти все, ну, большой процент выпускников сдают экзамен, как видите, в прошлом году 87,9% сдали. Но поскольку у нас в школе в трех последних классах идет специализация, есть три основных направления, гуманитарный, так называемый научный и экономический. Это не значит, что ученик, который сдал БАК, выбрав гуманитарное направление, сможет поступить, например, в медицинский институт. Все немножко сложнее. Давно все понимают, что наша система устарела, что нужно учитывать не только знания, но и компетенции. Это очень модное слово, компетенции учащихся. Это уже в новых школьных программах заметно. То есть требования касаются не только знаний, но еще и умения их использовать, и более общие компетенции. Например, тут я вам даю пример БАКа по математике, что требуется от учеников. Не только обладать знаниями, но и самостоятельно решить задачу, делать выводы, критически относиться к полученным результатам и так далее. И для этого даются упражнения, для которых надо не только ответить на конкретный вопрос, но немножко думать. Значит, уже делается движение в эту сторону. Но пока БАК, как он выглядит сегодня, не совсем соответствует этим требованиям. Частью предвыборной кампании президента Франции Эммануэль Макрон в области образования была как раз реформа этого выпускного экзамена БАК. В сторону упрощения процедур и сокращения предметов, необходимых для получения аттестата. В ноябре прошлого года министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер поручил группе экспертов анализ и составление отчета о предстоящей реформе БАКа. Для этого была проведена консультация с разными представителями системы образования, с преподавателями, с представителями профсоюзов. И был также организован диалог онлайн с учениками. Результаты консультации интересны. 79 опрошенных считают, что нужна реформа. То есть все это понимают. Нужна реформа и нужно... Мы говорили, наш коллега из Сингапура, о том, что нужна страсть, что нужен интерес. И Татьяна Владимировна, нужен интерес к предмету. А у нас вот этот выпускной класс, это часто просто подготовка к экзамену и скучная подготовка, которая не развивает ум, которая не развивает интерес. Поэтому решено сейчас уделить больше внимания контролю во время учебного процесса. Этот итоговый экзамен, он в такой форме, в какой он существует сегодня, он не удовлетворяет нас. Значит, новый БАК должен, во-первых, ограничить число итоговых экзаменов и обязательных предметов для сдачи такого серьезного итогового экзамена. И уделить больше внимания процессу, интересу и, ну, конечно, контролю тоже, но не сухой контроль, а контроль как результат интересного процесса. Значит, и еще, да, идея этой группы экспертов, это меньше экзаменов и создание так называемого grand oral, большого устного экзамена. Это довольно типичная форма контроля не в школе, а в институтах, особенно в престижных, как наша ЭНА, это высшая школа администрации. И в чем состоит этот grand oral, это фейерверк, своего рода фейерверк. Есть определенная тема, но эта тема затрагивает, во-первых, несколько предметов, и кандидат должен проявить не только показать свои знания, но, во-первых, не бояться, показать, что он может адекватно ответить на неожиданный вопрос, что у него есть быстрота реакции, интерес к тому, что он говорит, что вот не просто повторять сумму знаний, а быстро реагировать, ну, показать свою страсть, в конце концов, и свой интерес. Совсем недавно, 14 февраля, после того, итоги работы этой группы экспертов была опубликована в конце января. В середине февраля только что наш министр образования дал пресс-конференцию и объявил о выборе тех пунктов, которые будут действовать для БАКа 2021 года. У нас еще чуть-чуть времени есть, потому что надо, конечно, заняться подготовкой учителей, немножко изменить менталитет и больше работать с тем, что делается в классе. Значит, что, в чем будут состоять изменения, это, значит, только четыре. У нас сегодня ученики сдают 15 итоговых экзаменов, то есть по каждому предмету практически или письменный, или письменный и устный. А тут только четыре. Экзамен французского языка и литературы будет сдаваться, как он сдавался, то есть не в последнем, в густном классе, а на год раньше. Это остается, и французские будут все сдавать, как сегодня. Все будут сдавать философию, и отменены сейчас вот эти направления. Конечно, среди этих четырех итоговых экзаменов можно будет хоть один выбрать направление. Мне было очень интересно услышать про математику, что она всем нужна. Действительно, у нас гуманитарное направление до сих пор не то, что игнорирует математику, но очень был низкий уровень. Сейчас есть стремление все-таки, чтобы больше все занимались главным, и чтобы не было такой ранней специализации. Среди экзаменов итоговых два будут по специальности, но иногда это будет повторять, просто углубленная, например, математика. Ну, а Гранд Ораль, вот этот большой устный экзамен, это главное новшество, это, и, конечно, теперь надо определить, по каким критериям кто будет присутствовать и так далее. Ну, тут уже довольно много сделано, и, значит, итоговые экзамены будут составлять только 60% оценки на БАКе, остальные 40% — это будут контрольные работы во время учебного процесса, и оценки, все оценки двух последних классов, то есть БАК будет учитывать, больше учитывать сам процесс. Это значит, что организация обучения изменится. Вместо того, чтобы выбрать так рано это направление, специализацию, будет блок обязательных предметов, это французский язык, философия, история, география, два иностранных языка, конечно, математика, физкультура и новая дисциплина под названием наука и цифровые технологии, которые у нас были не очень на виду, по крайней мере, не для всех. А специальности на выбор — это еще раз математика, физика, химия, биология, экономика, социальные науки, еще один иностранный язык и литература на иностранном языке, экология, агрономия, искусство и инженерные науки. То есть выбор все-таки остается какой-то, но у нас будет меньше экзаменов, и мы хотим сделать акцент именно на процесс, на развитие интереса. Как вы говорили, Татьяна Владимировна, это так печально, когда все спят, когда всем скучно. Это не только в школе, это часто и даже на наших совещаниях каждый там с телефоном что-то смотрит. Это значит, что недостаточно живо, недостаточно интересно. Спасибо. Я рада, что мы все думаем одно и то же, это очень приятно и утешительно. И наша совместная работа, она поддерживает, дает надежду на будущее, на будущее этих детей. Спасибо. Спасибо большое, Габриэль. Вы видите, что действительно многие страны, они планируют развитие образования. Очень много общего. Возвращение и устных экзаменов, и оценка, и задача образования не только дать знания, но и ценности, и воспитание. Во Франции тоже мы встречались с руководителями инспекции, об этом говорилось. И много сейчас пересматривается. Поэтому спасибо за подробный такой рассказ. Много того, что вы представили, мы тоже делаем. Вы знаете, мы это не первый раз обсуждаем с вами. Поэтому я хотел еще раз вас поблагодарить за участие. Мы всегда рады вас видеть и обсуждать актуальные и важные проблемы наших систем образования. Уважаемые коллеги, у меня просьба тоже к выступающим придерживаться регламента. Следующий у нас Ричард Ли, аналитик организации экономического сотрудничества и развития. Ричард, пожалуйста, вам слово. Спасибо. Я буду говорить по-английски, извините, по-русски не могу. Добрый день. Сегодня мы уже немало слышали об образовании в 2030 году. И в частности, о том, чему обучать студентов. Но не менее важно и то, как мы будем оценивать школы для того, чтобы обеспечить, для того, чтобы студенты действительно изучали, учили то, чему мы их учим. Поэтому немного сегодня хотел бы рассказать о том, как мы могли бы внедрить несколько более развитых способов оценки школ и школьных систем. Обычно, когда мы говорим о пациентке школ, мы думаем вот о чем. Я из Китая, поэтому мы говорим обычно о том, что все ученики сдают экзамены. И некоторые школы имеют высокий рейтинг, а некоторые низкий. И те школы, где рейтинг выше, являются наиболее успешными, это самые лучшие школы. Но, конечно же, сейчас мы думаем о несколько более сложном, в сложном ключе. Потому что мы понимаем, что школы же работают не в одинаковых обстоятельствах. И в частности, у них не одни и те же ученики. Например, в этих школах, может быть, учатся дети беженцев из разных стран, и они не говорят на языке той страны, где находится школа. Или, может быть, они из сельских областей страны, и они не так богаты ресурсами, у них не так много ресурсов. Или, может быть, это ученики с особыми потребностями. И в этом случае вряд ли можно ожидать от школ, что у них будет тот же рейтинг, что и у других школ. Они вряд ли когда-нибудь достигнут уровня самого высокого рейтинга. И вряд ли у них будет много студентов, которые выступают на международных олимпиадах. Но это не означает, что учителя в этих школах работают плохо. Или что сами школы неуспешные. Поэтому вопрос вот каков. Можем ли мы использовать единую шкалу оценки для того, чтобы сопоставлять школы таких разных типов? Насколько это справедливо в принципе по отношению к учителям, работающим в этих школах? И насколько точно это отражает ту работу, которую школа проводит? Я предлагаю несколько другой способ оценки школ, который мог бы применяться. Вот это данные, которые мы уже видели в презентации Андреаса. Но я более подробно на них остановлюсь. Внизу горизонтальная ось, ось Х. Это социоэкономический бэкграунд или социоэкономический статус. Насколько обеспечены родители учеников? А по вертикали, по оси Y, математический счет. Балл по математике. Мы взяли московские школы. 607 школ. И вот каковы их результаты. Это средняя отметка. И как господин мэр уже нам сказал, Москва показывает очень-очень хорошую картину. Поэтому хотелось бы передать свои поздравления с тем, что вы создали такую систему школ, которая может обеспечить столь потрясающие результаты. Эту информацию мы можем также использовать и для оценки школ. Вот это мы называем тенденцией. Она представляет то, что мы ожидаем от школ с учетом социоэкономического происхождения учеников. И, как мы ожидаем, чем выше их социально-экономический уровень, тем выше результаты, которые показывает школа. Но мы можем начать видеть различия. Например, вот эти две школы. У них почти одинаковый рейтинг. Однако, их ученики относятся к совершенно разным социальным слоям. А у этих двух школ студенты из одного социально-экономического слоя. Но результаты школ совершенно разные. 132 очка. Это почти 4 балла по системе ПИЗа. Почти 4 уровня по системе ПИЗа. И почему я об этом говорю? Потому что вот эти 4 школы... Можно использовать информацию для их оценки. И тут дело не в том, насколько высокий рейтинг. А в том, насколько они далеки от ожиданий. Те школы, которые обозначены желтым, показывают результаты, превышающие наши ожидания. А те школы, которые показаны красным, показывают результаты ниже, чем то, что мы ожидали. Кроме того, отсюда мы получаем информацию о той степени. Например, вот эти обе школы показывают результаты выше ожидаемых. То есть, очень даже сходный рейтинг. Но мы видим, что одна школа выступает значительно выше, чем другие школы. Дает показатель значительно выше. И поэтому мы видим, что первая школа гораздо успешнее, чем вторая, несмотря на то, что фактически их рейтинг очень схож. Наконец, эту информацию мы можем использовать не только для оценки школ, как таковых, но и системы в целом. И это вот последнее, что хотелось бы показать. Я немного беспокоюсь, потому что не ожидал, что кто-то будет из Франции рядом со мной сидеть. К сожалению, во Франции не так хороша картина, как в Москве. Но на данном графике показана подобная информация. Это социально-экономический статус по горизонтали обозначен, а по вертикали рейтинг по результатам по естественным наукам. Французские школы обозначены зеленым цветом, а финские школы обозначены синим. И тут уже видны различия, и где они пролегают. И поэтому, что бы я сейчас хотел сделать, это убрать все школы, кроме 10% с самыми лучшими результатами и самыми худшими результатами по обеим странам. Итак, если мы посмотрим на шкалу оценки ПИЗа по Финляндии и по Франции, мы увидим, что рейтинг Финляндии выше, чем рейтинг Франции. Но это не потому, что лучшие школы Франции плохи. На самом деле, лучшие школы Франции лучше, чем лучшие школы Финляндии. Но потому, что худшие школы Франции уж очень-очень плохие по сравнению с финскими школами. И тут дело не в том, что какие-то отдельные школы плохо себя проявляют. Это проблема французской системы. Школы в рамках системы плохо себя проявляют, потому что так заданы системой. И учитывая те значительные инновации, которые приняты в Москве, электронная школа и вся информация, которую можно получить об учителях, об учебной практике. Эти данные можно использовать таким образом, чтобы выявить, какие школы в Москве наиболее успешны. И учиться у этих школ, у этих учителей, на опыте уроков, ведущихся в этих школах. А также использовать это для оценки системы в целом в Москве и в других регионах России, для того, чтобы установить сильные и слабые стороны. Спасибо. Спасибо, господин Ли. Действительно, вот эта тема дифференциации школ, она в целом для России по понятным причинам очень важна. Россия очень большая страна. И, конечно, как сегодня министр сказала, много сельских школ, есть регионы, которые дотационные, но школьник не виноват в том, что он, допустим, живёт в сельской местности, или он живёт в том или ином регионе, он везде должен получать качественное образование. И в этом отношении опыт Финляндии, Вы правильно сказали, что лучшие школы во Франции, лучшие школы в Финляндии, они примерно одинаково уровня. Важно, чтобы минимизировать то количество школ, которые показывают слабые результаты. И я хочу сказать, что лет 10 назад в Москве была примерно такая же ситуация, как Вы показывали с Финляндией и с Францией, то есть сильные школы в центре Москвы, об этом, я думаю, Исаакович будет говорить министр образования Москвы, а слабые школы на окраинах. И стратегия была именно на то, чтобы все школы были примерно одинакового уровня, достаточно высокого уровня. Отсюда и общий результат. Мы тоже в рамках нашей политики, анализируя результаты оценочных процедур, определяем лучшие школы, причем эти школы могут находиться и в сельских районах, и в небогатых районах, и не всегда финансирование определяет качество образования, как мы знаем, но определяет во многом системы. Учитель, учебное обеспечение, как идёт финансирование, стимулирование и так далее, это позволяет выравнивать нам систему образования. Я думаю, что результаты по ПИРЛС, где Российская Федерация заняла первое место по начальной школе, как раз говорит о достаточно равномерном уровне по начальной школе. Потом мы испытываем определённые проблемы в основной школе. Потом у нас ситуация по ТИМСу выравнивается в старшей школе. И вот как раз наша сейчас задача – это работать прежде всего с основной школой и выравнивание. Я думаю, что и коллег из Франции такая же задача. Это очень важная задача для её решения. Я уверен, что в 30-м году как раз мы должны к этому балансу подойти все. Спасибо. Следующее выступление Паулина Корснаковой – это Международная ассоциация по отстенке международных достижений. Мы сегодня много говорили по результатам международных исследований ПИРЛС. Здесь Паулина? Подключение по видео. Пожалуйста. Паулина Корснакова – Несмотря на то, что я слежу удаленно за этой конференцией, я чувствую, что я участвую. У меня было очень сложно подготовить презентацию под заголовком этой конференции. И я довольно поздно её представил, поэтому приношу свои извинения всем, кто участвует, и с учётом перевода этой презентации. Проблема в том, что эта Международная ассоциация по оценке качества работает в настоящее время. И чем мы занимаемся? Что на основе прошлого обычно мы отвечаем, реагируем на потребности, выдвинутые нашими членами. И это означает, что не мы принимаем решения, а решения составляют вызов для нас. Даже это более проблематично, чем выполнение их. И в этой презентации я бы хотела... Ой, извините. Неправильную кнопку нажала. Вот в этой презентации я бы хотела показать, вот как мы подходим к измерению, к педагогическому измерению. И так я вижу, что это воздействует на систему образования и меняет содержание образования и способ предоставления образования студентам. И я фокусируюсь на примере использования ICT. И я пытаюсь подвести итоги того, что мы изучили в этой области. Работа организации основана на модели нашей программы обучения. И это все содержание и все вот эти методы, они установлены на центральном уровне. Однако, министерство не обучает студентов. Все происходит в школах и в классах. И поэтому мы рассматриваем применяемое, реализуемое программу обучения. И это исследуется с помощью анкет. Достигнутая программа это то, что студенты изучают для получения определенных оценок. И мы называем это достигнутой программы обучения. То, что мы пытаемся достичь, это чтобы оставаться в соответствии с содержанием образования и тому, как студенты обучаются. То есть, в соответствии между преподаванием и оценками. и оценками. Когда первые компьютеры появились в школах, и много после этого, эта организация начала рассматривать эту ситуацию. И первые исследования, они были посвящены вкладу этих компьютеров и основывались на анкетах, опросниках. То есть, это были самые отчеты. Затем стало понятно, что необходимо рассмотреть способы того, как преподаватели используют эти новые технологии и как они работают с ними. И вот это было время выезда, когда три модуля появились. Вот базовая сравнительная статистика и качественное исследование инновационных педагогических практик. И затем конечно у нас появилась какая-то картинка того, что происходит в классах и понимание того, насколько преподаватели и студенты понимают, как они работают в этой среде ICD. Но им все-таки не хватало полного понимания, насколько качественно студенты участвуют в применении вот этих доступных технологий. И в 2013 году мы сделали наше исследование грамотности в области информатики и компьютеризации студентов. Это исследование использовало задачи, которые студенты выполняют в классах либо за пределами классов. затем мы посмотрели на то, как другие агентства, организации описывают эту систему, и они нашли, что существует пересечение с цифровым контентом. результат этого исследования был двоякий. Первое, то, что первый раз мы смогли реально обеспечить сравнительный анализ различных уровней достижения профессионализма и компетенции, и что наши студенты могут использовать технологии, потому что они развиваются. И ответ в том, что конечно нет, потому что мы можем использовать только часть, а не весь диапазон, не весь спектр этих технологий. И когда первые цифровые технологии были применены к доступу к этим технологиям, в последнее время больше проблем связано с тем, как люди участвуют в этом, и как эти технологии меняют окружающую среду. исследования один конкретный аспект, который связан с ведением этого исследования, связан с тем фактом, что другие исследования уже использовали компьютеры для оценки, и это стало уже реальностью. И был недостаток информации о том, как это на самом деле воздействует на достижения студентов. И возможно, это не соответствовало этой ситуации. То, что мы наблюдаем сейчас, и ситуация, с которой мы сталкиваемся, то, что ICT воздействует на обучение и на оценку, конечно. И студенты больше привыкли к более богатому контенту и содержанию. и конечно, школы и преподаватели, они из разных ситуаций и отличаются. Также существует Google, который помогает с содержанием этого обучения. и мы можем найти информацию о том, но то, как можно этим использоваться, представляет вызов. И основное изменение это напечатать и заняться поиском. И инструкции могут быть персонализированы, тем не менее, они требуют различного содержания и контекста различных правил для различных учащихся. Это занимает время, помимо всего. искусственный интеллект. Затем есть искусственный интеллект. И когда мы слушаем различные описания вот этих новых тенденций, новых угроз, наши возможности получить работу и недостатка конкретных мест и конкретных компетенций, которые больше не требуются, есть тут один трюк, связанный с искусственным интеллектом. Он сравнивает, он довольно быстро, и соответствует наиболее частой опции, которая основана на ситуации и которая не обязательно является правильной. Но тем не менее, хорошен новость, что эти навыки имеют значение, чтение, математика, наука. Также необходимо инвестировать значительное количество времени, чтобы достичь уровня компетенции, профессионализма, которое позволит нам реально вовлечь наши творческие навыки и получать удовольствие от творчества. Поэтому очень важно начинать на раннем этапе. Есть другой еще аспект, который связан с использованием этих технологий в этот момент. И это необходимость каким-то образом найти способ сохранить социальные и гражданские компетенции, которые мы развиваем совершенно в других условиях и контексте. помимо этого необходимо знать наших врагов и необходимо улучшить эти цифровые компетенции. Существуют другие компетенции, которые являются важными компетенции. И сейчас наша организация этим сильно не занимается. Но это то, что является коммунитарным и связано с коммуникациями, знанием языков. Необходимо понимать и выражаться, и необходимо сохранять нашу инициативу и любопытство. соответственно, вот этот аспект, который не связан с содержанием, выходит на первый план, но он также связан с процессами, которые необходимо нам реализовывать. Соответственно, мы можем продолжать получать удовольствие от обучения и усиливать нашу гуманитарную естественную возможность сотрудничества. А после этого исследования 2013 года мы продолжаем в 2018 году рассматривать и изучать цифровые навыки студентов. и на этот раз в улучшенной структуре с учетом мышления, компутационного мышления, потому что это способ движения вперед цифровой эре и формирования пространства не только будучи инсайдером в использовании этого. И я очень рада, что благодаря этому проекту у нас есть возможность встречаться с коллегами из Москвы, которые также участвуют в этом проекте. рассматривая сегменты образования в эпоху онлайн, был наш процесс ЭПИРЛ в 2016 году чтения онлайн в качестве отдельного модуля чтения информации онлайн, и мы нашли некоторые новые важные моменты в достижении чтения в интернете и общих возможностей студентов на таком раннем этапе четырех классников, которые принимали участие в этом обучении. И в следующем году страны занимаются оценкой этих исследований и опять же компьютеризированной оценки с учетом решения проблемных задач и в будущем существуют планы развития этих цифровых науков, но это является под вопросом, будет ли это реальностью во всех школах и во всех странах. Тем не менее мы готовы к этому. Цифровые навыки являются окном наших достижений или возможностей в новом мире и он может тиражироваться во многом и продвигаться когда чтение онлайн меняет структуру потока текстов или навыков решения проблем, которые открыты к тестированию может быть для будущего. у нас будет больше потребностей быть более активными в области самооценки, то есть это будет учащиеся которые будут возможность контролировать собственный прогресс и достижения и чтобы избегать разрыва связей которые происходят когда люди меньше коммуницируют друг с другом и чувствуют искусственные преграды также мы связаны с нашим происхождением и сейчас мы смотрим и когда наши пальцы нажимают на кнопки и нам нужно найти способ чтобы не потерять наше здоровье соответственно это будет связано с проблемами и эти проблемы могут быть не все разрешены и новые вызовы также могут появиться я пытался подготовить выводы некоторые осторожные выводы очевидно что необходимо установить цели и вначале отреагировать на и ответить на философские вопросы не то что мы хотим достичь а почему а будущее уже происходит сейчас и завтра уже наступит будущее то есть по мере того что это происходит уже в некоторых школах округ нас есть преподаватели и которые являются инновационными и делают вещи по-другому соответственно это можно наблюдать и масштабировать необходимо создавать коалиции создавать договариваться и принимать это в работу и я хотел бы поблагодарить всех за организацию вот этой конференции и за то что вы поделились мыслями и я желаю вам всего лучшего о ваших проектах спасибо спасибо паулина за содержательное очень интересное выступление мы во всех исследованиях которые проводят международная ассоциация по оценке международных достижений участвуем будем участвовать и конечно вот особенно по учителям по информационным технологиям и ряд заданий мы используем для наших оценочных процедур и для наших исследований сейчас я попросил бы министра образования Москвы колена и сак и сак и сак тоже сделать выступление пожалуйста спасибо Сергей Сергей Сергеевич откровенно говоря когда готовился к прошлогодней конференции оказалось намного легче чем к сегодняшней я всегда наверное как и все стараюсь себе подготовить некий текст в котором надеюсь произнесу что-то оригинальное и в прошлом году Сергей Сергеевич вроде бы удалось и благодаря этому вы вот теперь так хорошо рассказали про ЕГА 2030 хотя я говорил про КИМа 25 но вы видно решили перенести на 30 в надежде что я в 30 не приду не спрошу где они эти КИМа значит ошибаетесь Сергей Сергеевич я очень надеюсь что и в 30 и более того я знаете о чем подумал в этом году пока прошел год между конференциями в России родилось 1 миллион 690 тысяч граждан которые будут выпускаться из школы в 35 году поэтому Сергей Сергеевич они уже почти научились говорить я думаю что через какое-то время мы вместе с ними спросим а что будет на выпускных экзаменах в 35 году так что легко хотя спасибо большое вы сегодня перечеркнули мое выступление потому что вы сказали я сидел и вы что так про это Сергей Сергеевич сказал про это Сергей Сергеевич сказал и вроде бы уже ничего оригинального не оставалось и я хотел сказать как хорошо что мы вот все вроде бы совсем согласны так Татьяна Владимировна эту фразу даже сказала поэтому мне остается первое поблагодарить всех коллег за добрые слова в адрес системы образования Москвы и сказать что коллеги вот та высокая плотность высоких результатов московских школьников которую вы все отмечаете вы знаете это следствие того что современная московская школа вот это сейчас наверное будет все таки оригинальным она отказалась от монополии на обучение ребенка а стала интегратором для каждого своего ученика всех и своих возможностей и плюс еще всех возможностей города это музеи вузы технопарки и так далее и так далее и вот за счет этого за счет того что к возможностям самой школы прибавились огромные возможности уникального города это конечно и обеспечило вот эту плотность результатов то есть общие возможности сформировали вот такие общие результаты поэтому я признаюсь я очень не люблю сравнение школ между собой вот когда сегодня здесь звучало меня искренне признаюсь это напрягало я против того чтобы мы сравнивали между собой школы потому что это в какой-то мере сразу сравнение детей учителей я думаю что вот все эти наши сравнения в разрезе школ это сравнение между собой администрацией этих школ по их умению привлечь в помощь своим ученикам все возможности большого города ну в общем про это у нас есть на нашем сайте он так и называется школа большого города если кому-то покажется интересным посмотрите вот мне кажется что это огромнейший резерв повышения качества современного образования это привлечение к своим собственным ресурсам школы еще все образовательные культурные ресурсы города ну и следующее о чем хочу сказать что вот можно если так над чем задумался слушая коллег а задумываешься всегда когда что-то услышал и вроде бы услышал не до конца и вот задумываешься над тем над той дельтой которая вроде бы почти сказана но не сказана вот татьяна владимировна говорила про дошкольный возраст вы знаете татьяна владимировна что меня сейчас немного тревожит напрягает когда я смотрю на вот этих замечательнейших ребятишек которые сегодня в дошкольном возрасте если говорить в терминологии умения 20-30 20-25 20-35 не важно мне кажется что в этом возрасте очень важно такое умение как умение придумывать самому себе игру а к сожалению мне кажется мы вот сказал эту фразу и сразу испугался сейчас поставим в учебные планы в проверки какие-нибудь а умеет ли ребенок сам себе придумывать игру нет коллеги я думаю что мы должны задуматься не над тем как его этому научить или как еще тем более не дай бог проверить а как создавать среду в которой ребенок может хочет сам себе придумывать игру и мне кажется что с этого начинается все остальное если он не умеет придумывать себе в раннем детстве игру то он дальше не захочет используя этот глагол придумывать себе свою жизнь он все время будет ждать кто за него его жизнь организует а если мы говорим о важных компетенциях то мне кажется что умение принимать решение да конечно на основе всех знаний которые есть у человека с учетом его умений но вот умение принимать решение в своей жизни почему-то мне всегда кажется вообще самым главным умением в жизни потому что для этого наверное важно самое главное знание знание себя и самая главная оценка самооценка без знания себя и без адекватной самооценки ты никогда не примешь правильное эффективное решение вот при этом мне кажется мы очень плохо вовлекаем в принятие решений наши знания они у нас настолько вот дискретно разложены по каким-то предметным полочкам что соединить их для принятия решения нам очень трудно я вот когда слушал задачу Ольги Юрьевны про то какой рукой выключатель я то сразу думал о том что ведь на этот вопрос мог бы ответить физик потому что просто там правда в учебнике где-то это было но ведь мог ответить и представитель там учитель анатомии биологии мог ответить учитель рисования если бы вспомнил многие рисунки учитель истории если бы понял бы что человек вообще-то ну если он только не левша в редких случаях то он левой рукой прикрывает щит щитом сердца а правой рукой воюет конечно правой рукой да потому что сердце слева ну то есть если бы из разных предметов мы бы умели вовлекать свои знания интегрировать их или как говорит Михаил Валентинович Ковальчук конвергенцию этих знаний проводить то мы бы тогда принимали бы решение а так мы сдали физику она сама по себе сдали биологию она сама по себе историю сдали тоже она сама по себе и вот мне кажется что умение принимать решения это и есть конвергенция наших знаний наших умений и мне кажется это очень очень важно может ли этому помочь итоговая аттестация Сергей Сергеевич ну это на 35-й год ладно значит о чем хочу рассказать вот никогда Сергей Сергеевич на соревнованиях по тяжелой атлетике не были можно я вас приглашу и вы посмотрите как проходит соревнования по тяжелой атлетике на каждое упражнение спортсмену дается три попытки но при этом вес на который он пойдет как говорят который он будет поднимать он заказывает себе сам зная и трезво оценивая свои способности повторяю попытка всего три он может заказать предельный свой вес на пределе своих возможностей и все три раза его не поднять и остаться как говорят тяжелой атлетике с баранкой то есть с нулевой оценкой и подвести команду он может заказать очень далекий от своего предела вес и тогда за три попытки он не успеет показать тот результат который он мог бы показать и проиграет соревнования и это формирует в человеке очень важное умение умение трезво себя оценить и принять правильное эффективное решение в общем могу сказать это воспитывает характер ну вообще наверное спорт надо признаться нам коллеги в отличие от учебного процесса гораздо лучше воспитывает характер чем мы умеем это делать но вот если бы мы ввели такие теперь тем более у вас теперь это печать в самой аудитории можно чтобы он заказал себе печать легкого среднего тяжелого комплекта заданий причем они не должны то есть это должен быть математика для жизни математика для использования в работе и математика если хотите как искусство то есть то чем занимается наш мехмат там матмехи все наши и так далее и тогда бы мы проверили в самом деле очень важная для человека компетенцию которая находится мне кажется как произведение интеллекта и характера если что-то одно равно нулю то это в общем-то тогда и результат нулевой и может быть вот такие элементы итоговые аттестации под это подстраивался постепенно боеучебный процесс то есть школа ведь может а значит должна как сказано в великом произведении если можно то должна вносить свой вклад в развитие и интеллекта и характера человека может тогда мы перестанем печально смотреть на страдающих выпускников отличников которые не сумели реализоваться в жизни хотя имели 300 баллов на ЕГЭ не смогли реализоваться потому что как говорят о роде не хватило характера вот мне кажется что нам нужно подумать над тем что самая важная компетенция она все-таки произведение интеллекта и характера у меня все спасибо большое да спасибо спасибо Исакович я хочу сказать что конечно совершенству нет предела я в отношении не для СМИ а просто в отношении ЕГЭ и вообще всей нашей работы значит мы достигая одних рубежей ведя в свое время задания не на знания а на использование знаний в практической деятельности аналогичные те которые используются в исследовании ПИЗа значит мы на этом не останавливаемся вводим устную часть печать экзаменационных заданий разделили математику на базовый профильный уровень но конечно все эти изменения о чем я абсолютно согласен с такой с чем влияют на систему образования и конечно система образования 30-го года она несомненно будет отличаться от той системы образования которая есть сейчас и может быть вот это важное качество характер и интеллект развитие как раз будет той ключевой задачей формирования системы школьного образования отсюда конечно возникают и стоят новые задачи для системы оценивания я думаю я уверен что мы тоже с этой задачей сможем справиться и я уверен что и в других странах такая же проблема стоит коллеги у нас завершение еще два коротких выступления я прошу очень коротко Сергей Владимирович Станченко если что здесь не сказано просто добавить и затем Оксану Сануровну решетников очень коротко и буквально совсем тезисно потому что как сказал Исакович почти все последнее что я собирался сказать только что Исакович произнес и мне буквально пару тезисов касающихся системы образования как с такого сложного института инструмента надо понимать что и все мы прекрасно я думаю понимаем что 2030 год не наступит вот так вот неожиданно вдруг и если мы задумываем какие-то изменения и обсуждаем сейчас какими должны быть выпускники то еще раньше и еще сложнее нам нужно строить какие-то инструменты которые будут помогать нам оценивать этот путь то есть если мы говорим о новых компетенциях надо уметь их оценивать и безусловно это потребует создания возможно каких-то новых ну чисто организационных больших вот таких системных инструментов вот кажется что ну просто тезисно кажется что на сегодняшний день построенные системы в виде экзаменов или выборочных исследований вполне себе хорошо работают и наверное они будут как-то видоизменяться но как вот инструмент глобальный скорее всего останутся в таком виде может быть я бы в плане исследований добавил ну очень важные мне кажется такие аспекты о которых не стоит забывать это здоровье сбережения и безопасность почему-то может быть мы сегодня про это не произнесли но к сожалению вот в сегодняшнем мире и в наше время это такие аспекты без которых ну и и жизни творчества и развития могут оказаться просто затрудненными поэтому вот в качестве части образования я бы ни в коем случае это существов не сбрасывал да очень важный аспект профориентация и Владимир Александрович Маус сегодня говорил о том что профессии меняются и мы не можем заранее предугадать на столько лет вперед какими они будут но может быть имеет смысл говорить о родах деятельности потому что все-таки когда люди приходят работать в профессию несмотря ни на что некоторые из них становятся управленцами например да и там руководителями скажем некоторые становятся специалистами творцами кто-то привыкает работать только сам с собой кто-то больше работает в команде то есть это вот такие вещи к которым все равно дети должны уже в рамках школы приспосабливаться независимо от того на самом деле каковы будут специальности то есть есть какие-то вещи которые мы должны уметь поверх этого выявить вот не глядя уже на то как будут развиваться конкретные профессии и наконец вот как такой ну глобальный инструмент мне кажется будет очень востребован и важен анализ аналитика создание больших баз данных потому что многие вещи мы можем мы сможем со временем делать не привлекая не прибегая к таким вот некомфортным процедурам как контрольные работы экзамены и так далее что-то можно будет в процессе обучения что-то может быть будет уже в реальной жизни то есть не надо не надо проводить контрольную работу по умению ребенка делать покупки в магазине надо просто фиксировать что этот ребенок в какой-то момент делает эти покупки то есть реальная жизнь может быть будет в сферу образования включаться и здесь вот конечно те самые музеи и та самая городская среда о которой Сокович сказал это безусловно часть может быть просто вот этой системы оценивания и мы будем думать о том как это сделать лучше и ну управление и анализ связанный с оценкой того как работает вся система вот было действительно два выступления и господин Шляхер и господин Ли говорили о том что можно исследовать некие социально-экономические факторы и условия жизни и деятельности школ но здесь как раз может быть еще более важные факторы это те на которые мы можем повлиять то есть когда школы находятся в равных условиях они тем не менее достигают разных успехов и здесь аналитика и большая база данных могут нам помочь выявлять тот самый позитивный опыт и уже может быть в будущем как раз к 30-му году мы будем такой гигантской базой обладать что будем очень легко познавать эти новые управленческие возможности и использовать их в жизни спасибо большое спасибо Сергей Владимирович Сергей Владимирович у меня вопрос я правильно понял сейчас в медицине создается так называемая электронная история болезней лучше бы ее конечно назвали бы электронная история здоровья это правильнее было бы но она в принципе такое и является я правильно понял вас что вы предлагаете создавать электронную историю развитие интеллекта и характера нашего ученика ну или развитие или прецедентов его успеха или хотя бы фиксировать какие-то важные события электронная история интеллекта и характера да Сергей Сергеевич давайте попробуем в Москве начать реализовывать с удовольствием и без ЕГЭ потом в институт принимать наших ребят будет все ладно посмотрим так хорошо спасибо Оксана Александровна давайте завершать да уважаемые коллеги ну на самом деле миссия конечно более чем ответственная после таких содержательных выступлений в завершении нашей встречи каким-то образом сказать свое мнение ну вы знаете как Иисакович сказал что практически камня на камень осталось в заготовках потому что настолько содержательно настолько интересно вступали коллеги и подтвердили мысли что мы двигаемся правильно мы думаем в одном ракурсе мы слышим и понимаем друг друга и это очень важно поэтому я позволю себе остановиться лишь на нескольких реперных точках наверное так как-то еще и знаково что институт педагогических измерений федеральный институт педагогических измерений выступает в завершении конференции которая говорит о Кимах 2030 как вы понимаете прямая ассоциация с нашим учреждением и это несмотря на то что мы живем в настоящем и делая его качественно ежегодно мы безусловно не можем себе позволить не думать о будущем это принципиально важно поэтому я бы начала именно с того что мы не ожидаем 2030 году однозначно мы не ожидаем коллеги возникновения из ниоткуда не обсужденного непонятному никому не известного никому в том числе педагогической общественности какого-то нового формата непонятно какой процедуры мы все время говорим об эволюционном подходе мы говорим о том что единый государственный экзамен в настоящее время это настолько значимый в социальном плане элемент который входит в жизнь каждой семьи нашей страны что мы не можем себе позволить революции мы можем себе позволить только эволюционное постепенное развитие с постоянным обсуждением всех предварительных и каких-то других итогов но уже очень много звучало я продытожу что действительно мы в КИМе почему произносим контрольный измерительный материал и почему привязываем все к ЕГЭ или как будет называться в будущем эта процедура мы понимаем что в настоящее время экзамен отвечает и отражает то чему учат в школе и то что хочет от абитуриента высшее учебное заведение это принципиально важно экзамен должен позволять реализовать свои творческие креативные возможности не путать с олимпиадой это другое поэтому на экзамене очень большая социальная роль такой вот в жизни просто даже каждого ученика и в жизни каждой школы и учителя поэтому что видится ну в первую очередь безусловно это компьютеризированная форма проведения компьютеризированная форма и проведения и подготовки говорит о том что нам действительно возможно подойти к генерации вариантов из обилия из базы которая будет собрана и которая будет уже подготовлена к этому моменту и здесь Исакосич абсолютно прав потому что в моих тезисах тоже есть некоторый подход к адаптивному тестированию что в моем понимании адаптированное тестирование это когда из банка предъявляется измерительный материал для ученика который соответствует ему его познавательным возможностям его возможностям которые он реализовал ранее на других процедурах в школе есть действительно математика для жизни но такая же математика может быть предоставлена для будущего экономиста и ученого физика Исакосич абсолютно прав я с вами абсолютно согласна и именно компьютерная технология которая дает нам простор для уже простройки вот такой вот формы позволит нам развивать эту тему дальнейшим уже первое как бы такой маленький шажочек в этом направлении нами осуществлен в узких бланковых форматах как вы понимаете речь идет о базовой профильной математике на которую мы перешли несколько лет назад это первый маленький шажочек компьютерная технология даст нам конечно больше возможностей но также то что я хотела бы еще сказать заключение что на этом красивом пути ну на котором всего лишь 12 лет это очень мало у нас есть еще одна не менее знаковая заметная и важная и круглая дата это 2020 коллеги понимают о чем я говорю потому что тот стандарт который сейчас действует и который введен уже в жизнь школы на рубеже 2020 года и 2022 года выпускники основной и средней школы выйдут на рубеж и мы должны будем их оценить по новому и вы знаете уже говоря об этом экзамене который уже ну если 30-й год это завтра то 20-й это уже буквально на днях как вы понимаете в этой логике поэтому представляется очень важным вот акцент на то что меняется уже сейчас должен войти в каждую школу потому что не каждый учитель еще это понял ведь главное ядро изменений стандарта который сейчас вошел в жизнь и по которому оценка будет происходить в 2020 году и в 2022 году заключается в следующем сейчас измерение происходит таким образом оцениваются элементы содержания которые изучались по требованию стандарта в образовательной организации уже в 2020 году контрольный измерительный материал не изменится до неизнаваемости но акцент оценки выйдет на контролируемые умения и это принципиально важно важно понимать каждой школе каждому учителю и важно эти формы вплетать в урок с тем чтобы для ребенка было понятно что его оценивают не знания и тем более не память а умение работать с этим материалом и от степени демонстрации его умений от их обширности от их такой развернутости можно будет делать вывод о том готов ли в большей или меньшей степени выпускник нашей школы к дальнейшему продолжению образования также в качестве акцента я бы хотела сделать еще следующий маленький акцент устный формат очень часто спрашивают а будет ли все-таки устный формат по другим предметам известно что в 9 классах мы реализуем очень такую серьезную задачу устного собеседования по русскому языку это первый шаг но напомню коллеги несмотря на традиционность формата это используется в каждой школе каждый урок в массовой оценке учебных достижений именно в массовой это первый раз во всяком случае в нашей стране и поэтому от этого движения и от анализа того что мы получим на такой пока еще с низкими ставками процедуре как итоговое собеседование допуск-недопуск мы выйдем на понимание того в каких предметах это уместно в каком формате это правильно с тем чтобы возможно в 2030 году предоставить выпускникам альтернативу издача государственной итоговой аттестации возможно будет предложено на устном либо письменном формате экзамена и это тоже наши реалии ну и в самом конце я бы хотела обратить внимание на следующее что безусловно говоря о контроле измерительного материала мы понимаем всю вертикаль тех идей и тех принятых стратегически важных таких документов в области образования как федеральный образовательный стандарт и то что мы сегодня обсуждаем это должно войти в стандарт будущего это тот стандарт который должен уже у нас в мыслях и проявляться уже и выноситься на бумагу в обсуждения на конференциях аналогичной сегодняшней и выйти в документ по которому уже будут заканчивать школы наши поколения следующие также от этого зависят еще стратегически важные документы экзамен это рубеж но на пути к этому рубежу школа работает с учебной программой с учебником и это те компоненты которые должны выстраиваться одновременно с нашими мыслями с нашим обсуждением для того чтобы этот экзамен был реалистичен и понятен и принят в первую очередь родителями и ребятами как основными потребителями того что мы с вами делаем спасибо большое за интересную встречу сегодня спасибо 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 ассан сана я в завершении уже несколько слов тоже попробую сказать во первых еще раз хотелось бы всех поблагодарить за участие здесь присутствуют более 20 министров образования наших регионов я уверен что обсуждение оно полезное и иногда нам такие обсуждения нужно проводить потому что понятно есть административная работа понятно есть совещания посвященные определенным задачам есть контрольные совещания но должны быть и стратегические обсуждения потому что на нас на всех возложена очень большая ответственность ответственность за детей от нас уважаемые коллеги во многом зависит будущее наших детей действительно вот здесь коллеги выступали дети не знают хорошо это или плохо какой это материал мы являемся в определенной степени ориентирами и создаем эти ориентиры да конечно очень важно создать такие условия чтобы ребенок сам развивался но и создание этих условий тоже от нас зависит 30-й год он по большому счету наступит довольно быстро 10 лет пройдут очень быстро я вот когда слушал Татьяну Владимировну которая абсолютно правильно сказала что вот мир наседает мир наседает мир развивается колоссальными темпами и нам очень важно чтобы не вот этот вот это развитие не захлестнуло бы нас вы знаете я в прошлом году встречался с ребенком 11-ти классником у нас много встреч проводится с выпускниками школ вы знаете у нас есть целое там движение 100 балльников так вот я встречался с одним ребенком который набрал 100 баллов но который за все обучение практически у него нет смартфона вот сегодня уже смартфон вот уже в новостях сказано что будет блокчейн будет виртуальная реальность егэ вот мир развивается вот так 10 лет такого не было так вот этот ребенок он не пользовался практически компьютером интернетом у него нет смартфона но какой у него ясный ум доброта он читал произведения он знает стихи с ним приятно поговорить вот очень важно за всеми изменениями чтобы мы не забывали про те ценности которые были 10 лет назад 100 лет назад 200 лет назад и вот эту ответственность мы всегда должны вот эту об этой ответственности никогда нельзя забывать с развитием информационных технологий с развитием общества мира все-таки есть незыблемые ценности которые вот и как совместить это очень важный вопрос здесь не должно быть таких быстрых решений я абсолютно согласен с Оксаной Александровной система образования да она эволюционна здесь революция зачастую к хорошему не приводит да есть определенные решения которые надо принимать быстро поэтому вот эти обсуждения я уверен что они не последние мы будем такие обсуждения проводить и я уверен они будут проходить и в других странах мы с удовольствием в них будем принимать участие поэтому я еще раз хотел бы всех поблагодарить не забывать о тех ценностях которые несет система образования соизмерять развитие с развитием экономики мира информационных технологий но я еще раз хочу сказать что вот задача все-таки системы образования не попасть вот в этот водопад в этот водоворот все-таки человек его ценности они должны всегда быть быть иначе мира не будет коллеги вот это мы должны тоже понимать спасибо да значит у нас Исаакович пожалуйста я тоже дослов вам хотел бы да про конференции сказать мы в сентябре будем проводить конференцию международную по итогам пирлс в августе у нас будет большое мероприятие в Москве международная конференция тоже мы вас приглашаем и обязательно обязательно направим приглашение я думаю что в августе мы проведем первое вот такое заседание международного совета о котором я сегодня тоже говорил о котором тоже уже написали совета по требованиям к выпускникам 30-го года спасибо коллеги до новых встреч спасибо субтитры и субтитры Продолжение следует...